Поэтому, когда Путин ругает СССР, он просто, значит, глупость какую-то говорит. Он ругает ноги. Что вот у организма ноги? Зачем ему ноги? Как это? Ноги идут куда хотят. Никуда хотят, Владимир Владимирович. Они идут куда мозг направляют. Просто у вас мозга нет, а там был. Вот в чем вся проблема. Вы забыли о существовании мозга. Естественно, если вырезать мозг, то сказать, так ноги унесут куда надо. Не унесут. Мозг-то есть. Мозг – это КПСС, Центральный комитет. Он приказывает этим формально независимым республикам. А вы про мозг забыли? И знай себе, руками размахьте. Вот там 10 пальцев натворил Владимир Ильич дел. Так пальцы-то мозгу подчиняются. А вы про мозг все время забываете. У вас с мозгом какие-то нелады. Ну вот в результате вы про другое и говорите. Вот и все. Здравствуйте, дорогие коллеги. Значит, отпуск к отпускам, о котором мы, о котором так долго говорили большевики, апарт-работа не прерывается ни на один день. Работа Адова будет сделана и делается уже. Вот, значит, мы эту работу Адову, по крайней мере, план этой Адовой работы, мы вам сейчас доложим. Значит, смотрите, сливки с торта, то есть внешнюю канву событий гражданской войны, мы, можно сказать, слезали. Пиф-паф, психическая атака, восточный фронт, южный фронт, поручик Голицын и так далее. Все это мы, как умели рассказать. Теперь, значит, мы, наконец, рассказав всю эту фактическую сторону, мы теперь, наконец, переходим к тому, что является, должно являться нашей главной целью, то есть, собственно, к истории ВКПБ, к истории партии. Это «Ядро ореха». Оно, конечно, намного более скучное, в каком-то смысле, в каком-то, по-моему, интересное, потому что вот сейчас я объясню, что там скучного, что там интересного. Но в любом случае, это уже будет не только и не столько история событий в стране, сколько история событий партии. Партия, которая называлась, значит, до 17-го года РСДРП-Б, в 18-м году была переименована РКП-Б, то есть Российскую Коммунистическую Партию Большой Украины. На 14-м съезде, который был в конце 25-го года, была переименована РКП-Б, и на 19-м съезде в 52-м году была переименована РКП-СС. В каком качестве она и просуществовала до своей ликвидации в 91-м году. Значит, партия была главным стержнем государства, это знают все. Гораздо менее понятно, если попробовать раскрыть скобки, что, собственно говоря, это означало, чего она скрепляла, в каком смысле она была стержнем и так далее. Это, само по себе, очень интересный вопрос, к которому, я думаю, мы много раз будем возвращаться, потому что в первом приближении выясняется, что это, как говорил последний генсек, абсурд какой-то. Я поясню, что я имею в виду. Вот когда началась, скажем, Отечественная война в 41-м году, то довольно скоро выяснилось, что вообще партийных работников девать некуда. Но вот идет война. Военные воюют, директора заводов работают, дипломаты пытаются наладить отношения с разведчиками, чекисты за всеми присматривают, ловят и так далее. А что делать партийным работникам? Что они вообще должны делать? Это довольно смешная такая история, которая показывает блеск и нищету Компартии. Большинство членов ЦК, которые были профессиональными партийными работниками, и не только членов ЦК, вообще большинство профессиональных партийных работников, их ткнули в армию. А что они там могли делать? Военного образования у них нет, войсками командовать они не могут. Их приспособили начальниками политотделов, членами военсоветов и так далее. В общем, они были третьей ногой, пятой спицей в колеснице. Потому что приносили ли они какую-то реальную пользу, это великая тайна. Ответа на этот вопрос не существует. Но вот скажем, в немецкой армии никаких хоть там была партия, но сколько я понимаю, никаких политотделов и никаких комиссаров там не было. И ничего, воевали, как-то справлялись. Ну, естественно, тем более не было никаких политотделов. Значит, ни в какой еще армии, там, английской, американской и так далее. А в советской были. Так что, это просто архитектурное излишество? Это ненужные люди, которые мешаются под ногами. Пишут, строчат, значит, какие-то телеги в ЦК партии, следят за чем? Совершенно непонятно. В гражданскую войну? Ну, еще более или менее у этих комиссаров было какое-то оправдание. Командиры были военные специалисты, спецы. В основном беспартийные, и была большая, значит, опаска, что они могут быть изменниками, что они идеологически нестойкие, что они могут перейти на сторону противника и так далее. Но во время Отечественной войны уже такой проблемы не было. Они все были проверенные товарищи, коммунисты и так далее. И, собственно говоря, зачем в этой ситуации нужны комиссары? Ну, кроме вранья, что, значит, коммунисты вперед, коммунисты вперед, что у коммунистов, значит, одна привилегия первыми подниматься в атаку, это просто вранье, самое обыкновенное. Коммунисты были не вперед и не назад, а воевали как все. Но это мы дойдем еще, так сказать, к тому говорю, что это просто ярко проявляется, что, с одной стороны, это вроде бы абсолютно бессмысленная, а раз бессмысленная, то вредная организация, вредная структура. С другой стороны, когда эту вредную, ненужную структуру начали, наконец, устранять и ликвидировать в конце 80-х годов, то вместе с ней распалась вся система управления. Вся страна, вся система управления. И поэтому очень модный лозунг «Советы без коммунистов», а, значит, он был в 90-е годы, а сейчас вот официальная идеология путинизма, СССР минус КПСС, это какая-то чепуха. Как же так? С одной стороны, ненужный, а по сути вредный орган, коммунисты, политотделы и так далее, порткомы. А с другой стороны, когда их устраняешь, вся система трещит и падает. Вот это одна из интересных проблем. Ну, в самом общем виде можно сказать, что это как религия, понимаете? Ведь идеология – это форма религии. Значит, ну что священники, какую жрецы, какую миссию в государстве выполняют? Мне вполне понятно. От их молитв дождь не пойдет, враги не исчезнут, урожай не явится и так далее. Но всю историю человечества они были. И они какую-то миссию выполняли. Психологическую. Сакральную. В общем, это, я бы сказал, по Канту. У Канта есть такое знаменитое выражение универсальное. Как если бы. То есть, жрецы и вот эти самые коммунистические жрецы, они выполняли такую миссию, как если бы от них реально что-то зависело. Как если бы они реально что-то организовывали, могли, значит, и дождь вызывать, и врагов отгонять, и так далее. Они этого не могли, естественно. Но была вера, что они что-то могут. И эта вера, основанная на ложных, по сути дела, предпосылках, она имела значение клея внутри системы. Вот такая вера в ложные предпосылки, тем не менее, оказывалась клеем внутри системы. Ну, это такая общая рамка, внутри которой мы будем говорить про историю партии. Собственно, партия. Значит, эту историю партии мы попробуем разобрать в нескольких аспектах. Ну, мы будем двигаться хронологически с 17 по 91. Но разбирать будем по нескольким аспектам. Причем не всегда это будет идти параллельно. Где-то будем забегать вперед. Вот сегодня, надеюсь, забежим вперед. Еще будем забегать вперед. Несколько есть параллельных, значит, беговых дорожек. Первое. Отношение партии и государства. Сейчас я два слова об этом сказал, но сейчас еще добавлю. Второе. Внутреннее организационное построение самой партии. Это вот центральное, это вот то, о чем мы сегодня будем говорить. И третье, это партийная рефлексия. Рассуждение партии о самой себе. Это то, что было очень активно в 20-е годы и называлось партийной дискуссией. То, что было окончательно ликвидировано к 29-му году. Но то, что в той или иной форме оставалось, пусть в зажатом виде, пусть часто вне партии, но оставалось до самого конца существования КПСС. Рефлексия и партия о том, что она есть, зачем она нужна, что есть правильная линия, что есть неправильная линия. Так и в обществе. Только в 20-е годы эта рефлексия шла более-менее открыто и внутри партии. А после этого, в 30-е годы, а особенно в 60-е, 70-е, 80-е, она шла полузакрыто в диссидентских в основном кругах, где более или менее яростно обсуждались вопросы, что есть подлинная партийная линия, какова историческая миссия КПСС. Это обсуждали, как ни странно, не внутри партии, это обсуждали диссиденты, их за это преследовали. А в конце 80-х это стало темой открытых обсуждений, и эти открытые обсуждения означали скорый конец КПСС. Как только в этот чулан, где висят иконы, направили свет, открытый свет, публичный свет, и задали вопрос, кто вы, что вы, зачем вы нужны, и чулан под влиянием света стал меняться, а иконы на свету стали тухнуть и распадаться. Но это долгая еще история. Значит, первый вопрос. Отношение партии к государству. Здесь я хочу сказать следующее. Это главный принцип советского государства. Тайна, ложь, авторитет. Тайна. Что это значит? Это значит, что все в стране, от мала до велика, знают, об этом кричат все плакаты, об этом кричат на уроках, об этом кричат на занятиях. Что главная руководящая сила общества – это партия. Это знают все. Ни в одном законе, ни в одном, ни одного слова о партии нет. В первой советской конституции 18-го года ничего не сказано о партии. Вообще. В знаменитой сталинской конституции 36-го года, которую написали Бухарин и Радек, ни одного слова о партии нет. Впервые упоминание о партии, и то крайне неопределенная, расплывчатая, как руководящая и направляющая сила, появилось в Брежневской конституции 77-го года. Это была первая робкая попытка, хоть как-то на словах, легитимировать власть партии. Эта попытка была, собственно говоря, можно сказать, началом конца этой самой власти. Власть партии изначально строилась, как всем известная и ничем не ограниченная. Ни к какому закону не подчиняющаяся, ни в какой закон не вписывающаяся. Абсолютная. С одной стороны предельно открытая, с другой стороны предельно закрытая. Это ноу-хау лично Ленина, конечно. Он это придумал. Всем известная. И никаким законом не описанная власть. Что это такое? Это мафия. Это власть мафии. Только особой мафии. Мафии публичной. Мафии всем прекрасно известной. Мафии, которая постоянно сама о себе кричит. Но при этом никаких формальных законов у нее нет. Такой была связь. Юридическая связь партии и государства. Это юридический нигилизм помощника присяжного поверенного Ульянова. Роль партии определяется не законами, юридическими. А роль партии определяется законами историческими. Партия носитель подлинного понимания истории. И никаких юридических ограничений, никаких юридических правил для нее нет. Только партия, только партийные комитеты, только центральный комитет назначают всех чиновников. Начиная с любого уровня. На местах это делают уездные комитеты, губернские комитеты. А чиновников более высокого уровня назначают центральный комитет. Без, как минимум, визы центрального комитета никого назначить нельзя. Почему? Ведь с точки зрения закона это не так. Да, с точки зрения закона это не так. Но страна живет не по закону, а страна живет исключительно по понятиям, всем известно. Точно то же самое имеет место, как мы знаем сейчас, только в еще более расплывчатом виде. То же самое имеет место быть сейчас, но только в более расплывчатом виде. Потому что при всей неформальности партийной власти, ее тотальности, в советское время было известно, как назначают на разные должности. Где директора завода назначают обком, где, значит, ЦК КПСС и так далее. Сейчас, если речь идет, допустим, о руководителе государственного акционерного общества, где его назначают? В администрации президента, не в администрации, как это согласовывать? Это все покрыто туманом. Известно, что да, надо иметь решение администрации. Но какое? На бумаге, не на бумаге, по телефону, на каком уровне? Абсолютно расплывчато. То есть расплывчатость и двойная бухгалтерия, и мафиозность системы с уходом мафиозной коммунистической системы стали не меньше, а больше. Не меньше, а больше. Если в Советском Союзе было формальное согласование в ЦК, допустим, каких-то спектаклей, книг и так далее, сейчас ничего похожего, естественно, нет и близко нет. Но попробуйте сделать важную телевизионную программу, не согласовав в администрации президента. Что значит согласовав, с кем согласовав, как согласовав. Сам понимай, на то ты и специалист. То есть принцип тот же. Поводок, с одной стороны, длиннее, а с другой стороны, еще менее определенный, потому еще более жесткий, в каком смысле. Это что касается отношений партии и государства. Не прописанное в юридических государственных законах, но очень жестко, очень четко, очень формально прописанное в партийных, опять же, не в уставе, в уставе КПСС. Сейчас я просто об два слова скажу. Этого тоже не было. Но все знали, кого назначают, на каком уровне. Если говорили, вас вызывают в ЦК, то не было такого дурака, директора завода или института, который высказал, при чем-то ЦК. Вот служебная инструкция моя, в ней слово про ЦК не сказано. Вот положение о нашем заводе, о нашем институте. Какой ЦК? С тем же успехом меня в общество рыболов спортсмен могут вызвать. Таких сумасшедших не было. Все знали, вызывают, будешь отчитываться, могут снять, могут назначить и так далее. Точно так же, как фантастикой были законы, Конституция, точно так же фантастикой был устав самой партии. Достаточно сказать, что в этом уставе было написано следующее. Подробно прописано, какой партийный стаж для кандидатов, какой процент надо платить. От зарплаты, партийные взносы и так далее, и так далее. А вот дальше абсолютно ничего нет. Всей работой партии руководит Центральный комитет. Между Пленумом и Центрального комитета руководит Политбюро и секретаря ЦК. Что это значит? Как руководит? Какие права? Кого может снять? На каком основании? Ничего. Всей работой. Всё. То есть реальный механизм работы партии на бумаге не фиксировался. На официальной бумаге. Хотя в документах для служебного пользования очень подробно прописывалось. Кого, куда, какая номенклатура, какой отдел кого назначает и так далее. Такая вот двойная неопределённость. Двойная неопределённость, про которую, тем не менее, все прекрасно знали, что никакой неопределённости тут нет, а есть очень даже большая определённость. Это вот что касается и отношений государства с партией. Государство подчиняется партии, но при этом ни слова об этом нигде не сказано. Ни в одном государственном документе. Это раз. И отношения структуры самой партии. В партии жёсткая структура. Все подчиняются Центральному комитету. Но об этом тоже ничего не сказано. Наоборот, в уставе партии записано прямо противоположнее. А именно, что Центральный комитет избирается съездом, подотчётен съезду, а съезд выбирают все коммунисты. Это вот такая двойная ложь, двойная бухгалтерия, поставленная с ног на голову, это и есть организационная структура польшевизма, придуманная и осуществлённая Лениным в своих принципиальных конструкторских решениях. А вот реальным содержанием эту конструкцию наполняли уже совсем другие люди. Вот так очертил конструкцию. И теперь мы перейдём, значит, вот, собственно говоря, сегодняшняя программа, это, так сказать, вводная часть, если хотите. Речь в ней пойдёт про организационную структуру РКПБ с 1918 года, когда партия была переименована в РКПБ, когда она, собственно, стала правящей партией, была переименована в РКПБ, стала правящей партией, и до 1921 года. Вот что из себя в этот период времени представляла партия, об этом вам сейчас Ибрагим расскажет. Но я буду, по ходу дела, немножко, так сказать, суфлировать. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Если вы меня слушаете и слышите, то я, скорее всего, уже в отпуске, и я передаю привет будущим вам и будущему себе, которые безмятежно отдыхают. Но, тем не менее, пока о работе. Вообще, Российская социал-демократическая рабочая партия, из которой, собственно, и вышла РКПБ, она вот несколько метаморфоз таких банальных переживала. Я их просто озвучу. С 1898 по 1917 это, естественно, РСДРП, пока еще такая относительно, ну, единая, включающаяся в себя, там, единая, расколотая, включающая в себя, как бы, большевиков, меньшевиков. То есть, это, по существу, мы говорим о двух партиях. С 17 по 18 год это РСДРПБ, это название утвердилось. С 18 по 25 год это РКПБ, с 25 по 52 это ВКПБ, то есть, Союзная коммунистическая партия большевиков. А с 52 по 91 год это всем известный КПСС, то есть, та самая партия. Вот это то, что касается названий. Мы говорим конкретно о РКПБ. То есть, мы говорим, может быть, по 21 год, но мы держим в уме, что до 1925 года эта структура сохраняется в том или ином виде. И высшим органом, естественно, является съезд РКПБ, на котором происходят выборы, собственно, в ниже стоящие органы. В отсутствии съезда, естественно, функционирует центральный комитет ЦК РКПБ, который в себя включает три органа. Политбюро, Оргбюро и секретариат. Я немножко расскажу о том, кого выбрали в 19-м году на 8-м съезде РКПБ. В Политбюро, в Оргбюро, в секретариат. Я только уточню. Во-первых, это Ибрагим назвал формальную картинку. На самом деле, вот это еще раз повторяю, одна из именно выдающихся тактических идей Ленина, что формальная картинка – абсолютная ложь. Партия не подчиняется съезду, а вот съезд, наоборот, подчиняется Политбюро и ЦК партии. Потому что делегатов на съезд подбирает та самая центральная партийная структура. Ну, как сейчас выборы. У нас же формально Думу выбирает население. Реально администрация президента организовывает выборы Думы. Это первое. Второе. Под словом «центральный комитет» можно понимать две разные вещи. Это списочный состав членов и кандидатов в ЦК. Это один вариант. Второй вариант – это не имеющий никакого отношения к этому списочному составу аппарат ЦК. И реально под словами «ЦК» понимался именно аппарат, который подбирал и делегатов съезда, и членов ЦК, и так далее, и так далее. Это второе. И третье важное уточнение, что политбюро, на которое вообще его функции точно так же не определены, оно не всегда существовало. Оно первый раз. Ну, от этого сейчас расскажете. Когда оно появилось это? В 1917 году впервые это название было применено, согласно даже официальной советской истории. Но реально… Это перед Октябрьской революцией появилось это раз. Это как одна из частей военно-революционного комитета. Да. А реально функционировать политбюро начало, ну, фактически, с 1919 года, с по итогам 8-го съезда РКПБ от 25 марта 1919 года. И в политбюро были избраны… Кстати, очень маленький состав, заметьте. Каменев, Кристинский, Ленин, Сталин, Троцкий. Это члены политбюро были. Кандидаты в члены были Бухарин, Зиновьев, Калинин. И в сентябре 1919 года в политбюро по согласованию с другими… Ну, с Оргбюро в состав политбюро временно входила Елена Дмитриевна Стасова, как такой сугубо технический работник. То есть… Она была… Она считалась секретарем ЦК партии. Да. Ну, она именно и занимала этот пост. Помимо прочего, ответственный секретарь ЦК. Очень долгое время вообще вот ответственных секретарей ЦК… Вообще секретарей ЦК будет там очень-очень небольшое количество. То есть, там от одного до трех человек. Долгое время там, ну, например, на позиции второго секретаря, долгое время ее будет занимать Молотов, вот, как такой сугубо технический работник. Вот. То есть, политбюро – это, в принципе, с 1919 года еще не совсем высший орган руководства, потому что тогда существовала такая структура. Ленин же занимал должность председателя Совета народных комиссаров. То есть, это была такая более нам привычная структура, когда правительство управляло. Но, тем не менее, высшие олигархи, в этом смысле действительно олигархи, не тот вот термин, который мы сейчас употребляем, совершенно, кстати, несправедливо, а тогда. То есть, высшие олигархи – это, как правило, члены политбюро. И мы видим, что вот и Ленин, и Сталин, и Каменев – это очень влиятельные люди. А теперь, что такое… Троцкого забыли. Ну, Троцкий, конечно, Троцкий и нарком Военмор. А теперь, что такое оргбюро? Оргбюро – это очень странноватая структура. Она существовала до 1952 года формально, пока ее не упразднил Сталин. Сталин ее упразднил на 19-м съезде. А появилась она тоже в 19-м году. У нас с 19-го по 1952 год был. Да. Считалось, что этот орган предназначен для решения кадровых и организационных вопросов. И смысл этого органа заключался в том, что это как бы не было постоянным местом работы. То есть, как правило, места в оргбюро занимали по совместительству. И вот по составу оргбюро мы это видим, что членами оргбюро были там Белобородов, Кристинский, Серебряков, Сталин, Стасова. То есть, понятно, что Кристинский, Сталин и Стасова – это члены политбюро. И какие-то кадровые назначения они имели право проводить просто по причине того, что вот они руководили более, так скажем, широким фронтом работы. То есть, оргбюро – это орган, ну не техничный такой, практически временный орган. Если по аналогии говорить, вот есть такой орган, совершенно выполняющий другие задачи, как Совбез в современной России. Там сидит и генпрокурор, и министр иностранных дел, и президент, там и председатель правительства. Но, тем не менее, место в Совбезе, которое, кстати, больше на политбюро современное похоже, это не является какой-то такой абсолютной работой. Абсолютной работой это является только для Патрушева и для Медведева. Для Медведева, потому что его пристроить некуда, а для Патрушева, потому что он занимает, по всей видимости, роль такого полу-главного кадровика, или там такого главного секретаря. Следующий. Если я уточню просто, значит, политбюро собиралось по четвергам. Председательство на заседании всегда Ленин. Идея была в чем? Что это место, где протоколов, кстати, не велось вообще. Решение только записывал Стасова. Но надо иметь в виду, что даже среди фанатичных большевиков Стасова, как пишут в мемуарах, выделялась особым фанатизмом в отношении Ленина. Ее называли овчарка Ленина, который может броситься и загрызть любого по сигналу, значит. В чем была идея? Они собирались вполне в дружеской атмосфере. Ну, сколько их там было-то, прости господи? Пять человек. Пять человек. Ну, еще три кандидата. Собираются. И в вполне такой неформальной обстановке они обсуждают основные политические вопросы, хозяйственные вопросы и кадровые вопросы. Потом выносится короткое решение, которое сообщается в Совнарком или по партийной линии сообщается ниже партийным организациям и выполняется. Вот и все. Весьма правильная структура, и она в огромной степени, вот та обстановка, которая там была, а, как пишут, обстановка была очень деловая, доброжелательная и спокойная в 19-20-м году. Тон этой обстановки, ее, так сказать, этику задавал, конечно, на 100% Ленин, поскольку он имел абсолютный непререкаемый авторитет и вместе с тем вполне мог выслушивать. И одна из особенностей Ленина, известно, что он легко говорил, да, я ошибся, да, неправильно, да, мы ошиблись, да, то, да, все, публично говорил. А уж на политбюро-то тем более легко. Он был абсолютно поглощен только делом. Доказывать свое первенство, свое преимущество и свое превосходство над другими, у него такой необходимости не было, все это признавали по факту молчаливо. Поэтому это был вполне такой деловой и совершенно несклочный в 19-20-м году орган. Да. Идем дальше. Секретариат ЦК. Секретариат ЦК – это такой орган, который, собственно, выполнял все техни... Это такой главный приводной ремень партии был. Очень часто он дублировал функции, особенно при Сталине, оргбюро. То есть он тоже занимался кадровыми вопросами. Появился секретариат ЦК тоже в 17-м году. То есть как бюро ЦК РСДРП. И его возглавила Стасова. Нет, в 17-м это Свердлов был секретарь ЦК. Да. Ну, вообще, секретарем бюро была... Ну, это была записная книжка. Весь секретарь отбала записная книжка Свердлова. Да. Но техническим секретарем бюро ЦК РСДРП была Стасова. А руководил, как бы, да, им Свердлов. Тем не менее, вот в 18-м, ой, в 19-м году, по итогам 8-го съезда... В 19-м году, напомню, Свердлов умер. Да. И, соответственно, его неформальная секретарь по очевидной причине закончила. Да. И по итогам 8-го съезда, опять же, ответственным секретарем ЦК была назначена, ну, фактически переназначена Стасова. Опять же, секретарь ЦК, как чисто рабочий технический орган, он состоял из множества отделов. В будущем там появятся секции, секции — это очень крупные отрасли, а вот отделы — это какие-то... Сектора. Сектора, да. Это очень-очень крупные отделы, очень-очень крупные отрасли. А вот отделы — это непосредственно направление работы, так сказать. То есть, для людей, которые более-менее там застали брежневское время, они очень хорошо помнят, что был там секретарь ЦК по военно-промышленному комплексу, был секретарь ЦК по идеологии и так далее. В принципе, так оно и задумывалось. То есть, туда входило там бюро секретариата, там входило множество отделов, типа там учетный отдел. Туда же можно, в общем, включить такие дополнительные надстройки от Совнаркома, как ЦКК, рабочий-костьянская. Точнее, такая надстройка, как... Смотрите, я поясню, чтобы народ не запутался. Значит, ну, если говорить о развитой системе, которая появилась уже в конце 20-х годов и существовала до падения советской власти, то она выглядела следующим образом. Есть несколько секретарей ЦК, там тоже была своя неформальная иерархия, ну, понятно, во главе генеральной или первой. Дальше был второй секретарь. Вот в разное время разные люди занимали этот пост, но всю Брежневскую эпоху, скажем, вторым секретарем был Сушу. Второй секретарь, неформально, он руководил несколькими направлениями. Идеология, внешняя политика, отчасти кадровый вопрос. Был секретарь по кадровым вопросам, был секретарь по промышленности и так далее. Под каждым секретарем было несколько отделов. Ну, например, вот в 80-е годы. Важнейший отдел, значит, ОРК, он по-разному назывался, но суть ОРК-работа. Это подбор партийных кадров, секретаря от комов, райкомов и так далее, и так далее. Был отдел агитации и пропаганды, который... Да, затем, отдел агитации и пропаганды, его иногда называли идеологический. Это отдел, который курировал все СМИ, разжевывал установки, контролировал журналистов, осуществлял цензуру в высоком смысле. Устраивал идеологические совещания, давал СУ и так далее. Был административный отдел. Это подбор кадров в армии, в КГБ, в МВД, в прокуратуре и так далее. Очень важный в ЦК был отдел оборонной промышленности, соответственно, подбор кадров в ВПК. Отдел заграничных кадров, подбор работников МИДа, командировки и так далее. Международный отдел, связь с компартиями капиталистических стран и так далее, и так далее. Это мы потом еще много раз расскажем. В каждом отделе, внутри отдела, были сектора. Ну, допустим, в отделе оборонной промышленности, сектор Министерства среднего машиностроения, атомная промышленность, общего, ракетная, ну и так далее. Вот такая пирамида, значит. Но в 20-е годы, когда вся эта лавочка только начиналась, конечно, такой проработанной структуры не было. Там все время пересекались эти сферы. И еще раз говорю, если началось с того, что секретарем ЦК был Свердлов, у которого весь аппарат был, просто его записная книжка, потому что он сотни тысяч партийных работников знал на память, то легко понять, как постепенно, очень постепенно из этого крохотного, значит, домашнего хозяйства возникло, как из этой яйцеклетки вырос целый большой организм. Да. И вот отдельно я бы хотел сказать про РКИ и ЦКК. Рабоче-крестьянская инспекция – это такой орган, такой промежуточный орган между Совнаркомом и партией, где… Это наркомат, наркомат, рабоче-крестьянская инспекция. А вот под ним уже, под руководством Рабоче-крестьянской инспекции, существовала и ЦКК. Почему это важно, на этом я заоставил внимание, потому что это был такой орган партийной инквизиции. То есть это проверяльщики партии изнутри партии. То есть они решали спорные вопросы, выявляли злоупотребление. Если вот говорить по аналогии, ну это что-то вроде счетной палаты современной, потому что в ЦКК была там секция финконтроля, то есть ЦРК так называемая. Выявляли как бы людей, которые очевидно действуют в разрез с законами, писанными и неписанными. Это был такой, в общем, ответственный за контроль партийной дисциплины и его аппарат. Между прочим, еще одна очень важная функция. Если надо было посадить коммуниста, то надо было получить на эту посадку разрешение от ЦКК. Потому что обычно перед посадкой человека исключали из партии. Вот ЦКК, Центральная контрольная комиссия, и в ней была партколлегия еще такая. Вот это, собственно, и было партийное судилище, партколлегия. Она исключала коммуниста, и после этого его сажали. Бывали редкие случаи, когда сперва посадят, а потом исключат. Но в любом случае ГПУ, ВЧК, а потом ГПУ, когда они хотели арестовать коммуниста, они должны были получить согласие от ЦКК. Обычно они его, естественно, получали, но вот, тем не менее, такая двойная тоже. Это была в каком-то смысле функция контроля над арестами. Да. И что удивительно, до 1923 года у ЦКК не было формального руководителя. Деятельность ЦКК курировал нарком рабочей крестьянской инспекции. Это был Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. А с 1923 года уже возглавлял ЦКК Куйбышев, потом Арджиникидзе, Андреев, Рудзутак. Например, почему важность и влиятельность органа ЦКК будет где-то в 30-е годы, с 1934-1935 года, когда ЦКК будет возглавлять Ежов. И Ежов еще будет секретарем, который будет курировать органы госбезопасности. То есть, это самая высшая партийная инквизиция, которая спрятана как бы внутри, ниже стоящего органа, который осуществляет общий контроль над отдельными членами партии. Вот так можно это назвать. Вот. То есть, с высшими этажами мы более-менее разобрались. Я хочу добавить, что ЦКК играло колоссальную роль, решающую роль, формально решающую роль, не фактически формально решающую роль, во время борьбы с оппозициями в 20-е годы. Потому что именно ЦКК выносило, считалось, что ЦК партии не может принимать саморепрессивные меры. Именно ЦКК выносило постановление, кого исключить из партии, кому дать строгача и так далее. Считалось, что формально ЦКК, независимо от ЦКК, то есть человек не может быть одновременно и членом ЦКК, и членом ЦК. ЦКК обращал ЦКК, вносило, значит, предложение, что вот такой-то, такой-то нарушает партийную дисциплину, и ЦКК разбирал это дело от рядового члена партии до, значит, членов ЦК и так далее. То есть, вот эта дисциплильно-партийная инквизиция, она во время партийных дискуссий играла, ну, такая прокуратура партийная. Она и прокуратура, она и инквизиция в одном лице. Да, ну, вообще, по вашему счету, наверное, все время играло это решающее значение, потому что Шверник расследовал сталинские преступления от председателя ЦКК. Арвид Янович Пельша вообще, по-моему, в этом ЦКК сидел очень-очень долго. Тогда это уже называлось не ЦКК, а КПК, Комитет партийного контроля. Там не только политический, там любые дела, взятки коммунистов, так, ну, на машине на кого-то наехал, возбуждается уголовное дело. Но если ты коммунист, а тем более, если ты номенклатурный коммунист, то тебя нельзя просто так прокуратуру выдать. Формально-то можно, конечно, а фактически нельзя. Комитет партконтроля, местный или центральный, должен дать на это дело добро. Кроме того, доносы туда писали на всех коммунистов. Ну, и в ЦК писали, естественно, но и в КПК писали. В КПК, в ЦКК. С одной стороны, это все вызывает, конечно, ассоциации исключительно с тайной полицией и так далее, и так далее. С другой стороны, они действительно со многими уголовными преступлениями, особенно взятки, нарушения партийного устава, нарушения нецелевой использования средств, они по мере сил тоже разбирались в течение всего этого времени. Знаете, это скорее такой дворянский орган, потому что в данном случае коммунисты выполняют функции, как бы, таких дворян. И дворянина нельзя судить обычным судом. Да, это сословный суд. По сути, да, это сословный суд. Двигаемся дальше. Вот у нас высшие этажи. То есть, центральный комитет, под которым функционирует политбюро, оргбюро и секретариат. А на самом деле, наоборот, политбюро, под которым функционирует центральный комитет. Каждый раз, когда, что-то говорим, надо понимать, два пишем, три вон. То, что написано в уставе, это, так сказать, для аббазита. А на самом деле решает политбюро. Ну, дальше идут областные. То есть, вот у нас эта матрешка, она распадается на областные бюро ЦК РКПБ, на местные партийные организации, на политуправление РФ военсовета республики. То есть, например, областные ЦК РКПБ, это Бессарабская, Дальневосточная, Донская, Кавказская, Сибирская. То есть, это органы партии на уровне больших регионов, как бы внутри, ну, в общем, на уровне того, что сейчас называется субъект федерации. Нет, это как представители президента. Вот действительно, Кавказская, даже похоже по названию, Сибирская, Уральская, Дальневосточная, Кавказская. Это то, что вот сейчас называется полпред президента. Более того, я думаю, что сама эта идея полпредов президента родилась по аналогии с бюро ЦК. Потому что Советская Россия унаследовала административно-территориальное отделение Царской империи, губернии. В Советской России до середины 20-х годов были губернии. Но были кусты губерний, которые объединялись как бюро. Причем не государственное бюро. Формально, вот с точки зрения государства, есть губерния и есть центр. Все, никаких посредников. А партия как раз представляла, например, Кавказское бюро. Это все за Кавказием. Северокавказский край, Донское бюро. Сибирское, соответственно, вся Сибирь, все губернии Сибири. Уральское, все Уральские и так далее. То есть, я говорю, это как вот сейчас действительно по спреду президента. Но это вообще, если мы говорим о полпредах, которых Владимир Владимирович придумал, по-моему, в 2001-2002 году. Это структура такая полу-военизированная. В том смысле, что эти округа, вообще понятие округов, оно дублирует как бы военное разделение. Военное округа, верно. И так же было из бюро ЦК. Например, Сибирское бюро, оно дублировало Сибирский военный округ. Северокавказское бюро, значит, Северокавказский военный округ и так далее. Что лишний раз показывало, что партия была всегда военизированной. То есть, гражданской, но одновременно военизированной организацией. Да. Далее. Местные парт-организации имеются в виду, парт-организации больших таких субъектов. То есть, то, что потом будет ЦК нацкомпартий. Это Компартия большевиков Белоруссии, Компартия большевиков Грузии, Компартия Туркестана и Компартия большевиков Украины. Вот на начальном этапе, на уровне РКПБ, вот это, собственно, четыре таких крупных нацкомпартии. И я бы прошелся бы конкретно по именно вот этим крупным. Только здесь надо уточнить, что хотя они назывались Компартия Республик, но они входили в состав РКПБ. То есть, двойной парт-билет, так сказать. Вот вы член Компартии Украины, КПУ, КПБУ, Коммунистическая партия большевиков Украины. Одновременно вы член РКПБ. Вы член Компартии Грузии. Одновременно вы член, значит, РКПБ. Это была генеральная репетиция того, как потом построят Советский Союз. Собственно говоря, когда создавали Советский Союз, то ведь чем он держался? Он формально-то все республики были в равном положении. РСФСР, Украина, Грузия и так далее. Все были в равном положении. Это очень важно. Психологически очень важно. Для населения очень важно. Это не пустые слова. Для бюрократии очень важно. Но, с другой стороны, все эти Компартии подчиняются Центральному комитету КПСС. Центральному комитету ВКПБ. А, значит, до этого Центральному комитету РКПБ. То есть, такое двойное подчинение. С одной стороны, это независимые, как бы независимые Компартии, Компартия Украины. А, с другой стороны, она прямо подчиняется РКПБ. Вот. Это тоже такой двойной ход. Опять вот очередная такая ленинская матрешка. Когда снаружи вроде, значит, независимая, а залезаешь внутрь, подчиняется. В этом и была фишка. Почему, собственно говоря, Ленин подумал, позволил себе сделать то, за что его Путин до сих пор простить не может. Сделать СССР. Потому и позволил, что формально-то независимые республики, и это очень важно для жителей, они, у них свое государство, они в равных правах с Россией и так далее, и так далее. Своё государство. Это же дорого стоит. А фактически держат железной хваткой. Потому что стержень страны, Грузия, Армения, партия, полностью подчинена Москве. Поэтому, когда Путин ругает СССР, он просто, значит, глупость какую-то говорит. Он ругает ноги. Что вот у организма ноги? Зачем ему ноги? Как это? Ноги идут куда хотят. Никуда хотят, Владимир Владимирович. Они идут куда мозг направляет. Просто у вас мозга нет, а там была... Вот в чем вся проблема. Вы забыли о существовании мозга. Естественно, если вырезать мозг, то сказать, так ноги унесут куда надо. Не унесут, мозг-то есть. Мозг – это КПСС, Центральный комитет. Он приказывает этим формально независимым республикам. А вы про мозг забыли? И знай себе, руками размахьте, вот там 10 пальцев натворил Владимир Ильич дел. Так пальцы-то мозгу подчиняются. А вы про мозг все время забываете. У вас с мозгом какие-то нелады. Ну вот в результате вы про другое и говорите. Вот и все. Вот. Естественно, вообще, Компартия Украины образовалась на первом съезде КПБУ. Это еще в июле 2018 года в Москве происходило. Было решение, принято решение о вхождении партии в состав РКПБ с сохранением собственного названия. Это вот типичный ленинский прием. Это он сам очень любил говорить. Это типичный ленинский цинизм. По форме правильно, а по существу издевательство. Вроде как он осуждает это. Так он это не осуждает, он это создает. Это вот типичный его ход. По форме правильно, а по существу издевательство. И еще отдельно, сам же над этим поиздевается. Вот такая вот диалектика. Да. И с 1919 по 1920 год в КПБУ на правах областной организации, но с отдельным представительством в Коминтерне входила Коммунистическая партия Восточной Галичины. А в 1919 году еще и входила Объединенная Еврейская Коммунистическая Рабочая Партия. Бунт. А? Бунт. Ну это все-таки не бунт. Бунт это все-таки отдельная партия. Вот. Хотя очень пересекалась, да. И в 1920 году путем индивидуального принятия туда входила и Украинская Коммунистическая партия, в скобках бородьбистов. То есть, Украинская Компартия, она как бы тоже была такой очень лоскутной, она по сути в себя аккумулировала все партии мелкие, которые большевикам сочувствуют. И есть вот состав на начало 20-х годов, национальный состав. То есть, в 1922 году русские составляли 54% КПБУ. Ну, идентифицировали себя как русских 54%. Как украинцев себя идентифицировали 23%. Все иные национальности, преимущественно там евреи, это 21%. Ну, не только евреи, но имеется в виду евреи из вот этих вот иных, из вот этого 21%, это самый высокий процент. По поводу знания украинского языка. В 1922 году свободно владели русским языком 99% членов КПБУ. А украинским языком владело только 11%. Вот, это характеристики роли партии в создании империи. Партия была изначально имперская. Если на Украине половина членов партии это русские, а почти четверть это иные национальности, то есть, по сути, евреи, и на самих украинцев приходится только четверть, то понятно, что население Украины выглядело совершенно иначе. Понятно, что какой бы ни была Украина, но уж по крайней мере половина-то населения там точно были украинцы. Которые, кстати, многие довольно плохо говорили по-русски. Украинцы. Украинцы. Довольно плохо говорили по-русски, а говорили на своем языке. А партия, то есть, центральная сила, организующая страну, это была русская партия, имперская партия. Одновременно, пожалуйста, у нас своя, у вас, у украинцев, своя украинская республика. Вам нечего бороться. Вы при царе были недовольны. А что ж вы недовольны? Вот она. Пожалуйста, она есть. Более того, это не просто на словах есть. То есть, действительно, в 20-е годы очень активно шла украинизация. То есть, в школах преподавали украинский или украинский, уж не знаю, как правильно сказать, язык, значит, литературу, там, значит, Леся Украинка, там, Шевченко и так далее, и так далее. То есть, это был большой шаг вперед по сравнению с тем, что было при царе, когда никакой, естественно, Украины близко не было, а были просто губернии. Единственный государственный язык был, конечно, русский. А тут, пожалуйста, государственных языков два. И русский, и украинский. В школе преподают два языка. Страна называется Украина. И так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, это большой шаг навстречу национальному самосознанию. А с другой стороны, это, конечно, железно держать изнутри, железной рукой, без вариантов. В идеале, это примерно то, чего, наверное, хотел бы наш великий деноцификатор и мистификатор. Ну да, Медведчук-то, как бы, формально такой, то, что его-то Путин называет украинским националистом. Вот, 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 да. И оппозиционная платформа «За жизнь» – это, как бы, украинская партия. Но в то же самое время, понятно, по чью дуду она пряжет. Это одновременно это отделение «Единой России». Вот, так сказать, все то же самое. Только товар «Калина» – дерьма в нем половина. Потому что это, значит, одно название. По сути-то, нет ни «Платформы за жизнь», ни «Единой России», ничего нет. Одни названия есть. А в Советском Союзе ровно наоборот. Названия имели второстепенное значение, зато «Железная дисциплина», «Вертикаль», «Приказы сверху вниз» – все это шло. Так что, когда Владимир Владимирович ругает Владимира Ильича, это, извините, с больной головы да на здоровую. Ему поучиться, а он, зная себя, ругается. Ну, это уж его проблема, так сказать. Ну, просто это я, чтобы актуализировать проблему, чтобы было понятно, о чем речь. Да, ну и, значит, чтобы покончить с Украиной, дать окончательное решение украинского вопроса, просто о руководителях партии Украины. Значит, первым был Пятаков. Я не буду никого из них актуализовать, потому что это отдельная песня, и вообще мы ни о ком передаче, характеристик человеческих, политических и деловых давать не будем. Это долгий отдельный разговор. Ну, просто вот, первый был Пятаков. Он был русский. Кстати, из семьи крупных предпринимателей. Его отец был директор больших сахарных заводов. Русский. Русский, да. Второй был Квиринг. Квиринг был немец. Не совсем так. Второй была Серафима Гопна. Вторая Серафима Гопна, кстати, женщина в редкий случай. Она была еврейка. Одна из немногих, кто пережил террор 1920-х годов, и такой, значит, почтенный старуха умерла уже в 60-е годы. Тридцатых, наверное, хотели сказать. Террор 1930-х годов, да. Третий был Квиринг. Он был немец. После него, значит, секретарем был Косиор, который был поляк. Он потом еще раз был первым секретарем Украины. А после Косиора первым секретарем был Молотов, который был, как известно, русский. Вот это говорит о том, что кто возглавлял Украинскую Компартию. Ни одного, значит, украинца в этой компании не было. Но это мы говорим о руководстве Компартии в 18-20-м годах. Кстати, все эти люди были очень молодые. Очень молодые. Каждому было чуть больше 30 лет. Молотову и Пятакову было вообще 30 лет. Меньше 30 лет было, когда он возглавлял Компартию Украины. Вот так. Ну, по тем временам считалось, что это нормально. Такая вот исключительная молодость. Это нормальное явление. Это еще раз вопрос о том, что Компартия была той самой скрепой, которая изнутри цепляла Украинскую Республику к РСФСР. Хотя формально они находились в абсолютно равном положении. Идем дальше. Переходим к Беларуси. Тут все очень-очень так сложно, поскольку речь идет все-таки о формировании белорусского государства. То есть, начиная с 18-го года, середина 18-го года, в Смоленске проходили, в Смоленске, в Вильнюсе по-разному. Ну, в августе в Смоленске, в октябре в Вильнюсе проходили учредительные съезды Компартии Литвы и Беларуси. Основой для создания, собственно, будущей Компартии Беларуси было то самое левое крыло СДПЛ, то есть Социал-демократической партии Литвы. И в 19-м году, в феврале 19-го года, в Вильнюсе, на объединенном заседании ЦИКов Литвы и Беларуси, было провозглашено образование Литовско-Беларусской Советской Социалистической Республики. Или, как он вошел в историю, под названием Литбел. В марте 19-го года состоялся второй съезд Компартии Литвы и Беларуси, и на съезде присутствовало 159 делегатов от обеих Компартий. Съезд избрал Центральный комитет КПБ ЛИБ, то есть Центральный комитет Компартии Большевиков Литвы и Беларуси. Его председателем был избран Винцес Мицкявичус Капсукас, а секретарем такой Кнорин. Ну и так далее. То есть в президиум вошли такой коммунист Ангаретис, Богуцкий, Долецкий, Иванов, Калманович, Мясников, Уншлихт, Цеховский. Ну, Уншлихт это деятель коллегии ЧК, известный чекист. И с марта 19 до ноября 2020 года вот шло вот это объединение. В 1939 году, естественно, Литва, Латвия, Эстония были присоединены к Советскому Союзу. Но что любопытно, объединение, возрождение как бы идеи Литбела, оно не произошло. То есть Литва и Беларусь так и остались двумя, ну, фактически разными государствами или разными протогосударствами. Поскольку и та, и другая шли как бы в составе Советского Союза. То есть к чему это? Что вот это два десятилетия отрыва, они привели к тому, что окончательно выделилось такое протогосударство под названием Беларусь. То есть, естественно, я предупреждаю все комментарии о том, что белорусское государство существовало там много сотен лет, то же самое как украинское. Пожалуйста, мы говорим о в пределах 20 века. Вот так скажем. Я черчу четко границы, чтобы это не вызывало спор. Как таковое протогосударственная структура Беларуси, она вот образовывалась таким образом. То есть, повторяю, изначально как Литовско-Белорусская Советская Республика, потом Литва отвалилась. А потом, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в состав Советского Союза, этого реинтеграции Литвы в Беларусь не произошло. И таким образом появилось то, что в будущем мы будем называть самостоятельной Беларусь. Вот так скажем. С Беларуси более-менее понятно. Ну, была еще Компартия Туркестана, но это такой вопрос. Запутанный крайне. Запутанный крайне. Мы его касаться не будем. Мы будем вот в пределах того, что называется Солженицыным, как нам обустроить Россию. И в основном на примере этих трех республик. Естественно, мы не касаемся Туркестана. ДВР. Дальневосточная республика, она существовала. Причем она существовала как многопартийная республика. Она существовала как буферное государство. Оно как бы подчинялось Советскому Союзу, но было независимым государством. То есть, будучи независимым государством, там были и эсеры, и меньшевики, и все кто угодно. Но, так или иначе, это был еще один приводной ремень Москвы. Ее реквидировали в 22-м году, если не ошибаюсь. Ее, кстати, реквидировали деятели оппозиции 10-го съезда. То есть, Сопронов и так далее. Но мы про 10-е съезды, про оппозицию не успеваем и не влезаем. Давайте мы еще закончим. Численность. Численность, да. Я возьму численность 17-го года, чтобы было с чем сравнивать. Численность партии. Членов партии. С 17-го года, на весну 17-го года численность партии составляла всего лишь 24 тысячи человек. Это на весну 17-го года. Это вот и есть те самые настоящие старые большевики. То есть, люди, которые вступили в большевистскую партию при царе, вступили до того, чтобы рисковать собой, подвергаться репрессиям и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Всего 24 тысячи. Вот это вот ядро, тех самых старых большевиков. Ну, понятно, что по возрасту они были совсем не старые. Именно было меньше 30-ти в основном. Про возраст я скажу. Там были даже делегаты в возрасте 14-ти лет, 15-ти лет и так далее. Самым старым членом партии был самым Лениным, он был 47 лет, 17-ти лет. Далее. В организационном отчете ЦК 7-го съезда, в марте 18-го года, был зафиксирован рост партийных рядов на 60 тысяч человек. Да, кстати, в августе численность партии была 240 тысяч человек. То есть... В августе 17-го. С весны по лето партия увеличилась в 10 раз по размеру. А на 18-й год она еще на 60 тысяч человек увеличилась. То есть 300 тысяч человек, вот это по итогам 18-го года. Далее. На март 19-го года делегаты, вот тут пишут, делегаты 8-го съезда представляли 314 тысяч членов партии. То есть, соответственно, мы косвенно можем выделить, что 314 тысяч человек состояло в партии. И на 9-м съезде численность была... Это уже 20-й год. Это уже 20-й год, да. Численность составляла 612 тысяч человек. Вот этот резкий рост в два раза почти в 19-м году. Он был связан с партийной мобилизацией. В 19-м году проводилась партийная мобилизация, массовый прием в партию. Кроме того, он был связан, конечно, с победой в гражданской войне. А в основном в это время, в 18-м, 19-м году, в партию вступали через Красную Армию. То есть вступали люди, которые воевали в Красной Армии. И это создавало довольно большие проблемы, потому что были среди них люди, которые вступали вопреки инстинкту самосохранения. Понятно было, что если вступаешь в Красную Армию, вступаешь в партию, а если ты пойдешь в плен, тебя просто расстреляют за это. То есть это было довольно рискованное занятие. А были и те, и, конечно, таких было больше, которые вступали, чтобы сделать естественную карьеру. Ничего в этом зазорного нет, но надеялись, что вот они продвинутся по служебной лестнице. 600 тысяч членов партии. У нас нет, к сожалению, такой статистики. Сколько из них занималось административной работой, сколько в армии было, сколько в ЧК, но я думаю, что, по крайней мере, лет 3 были чиновниками. Ну, у меня есть статистика съезда. То есть по делегатам. По возрасту, первый критерий, это мы по возрасту возьмем. От 14 до 18 лет это было от полпроцента до процента. То есть это, в принципе, фактически, в нынешнем понимании это просто дети. Ну и такие были членами партии. От 19 до 23 лет было около 12%. Это уже значительная цифра. От 24 до 30 лет 42,5%. Это делегаты, я напомню. То есть 14-16-летних в партии было больше. Просто делегатами был избран там минимум полпроцента. Соответственно, делегатов в возрасте до 23 лет было 12%, и до 30-42%. От 30-33 до 30. Значит, вместе они дают уже 55-56%. Это до 30 лет. Больше половины, то есть подавляющее большинство, это были люди до 30 лет возрастом. От 31 до 40 лет это 38%, и свыше 40 лет только 7%. Напомню, это делегаты, то есть не члены партии. А в партии, конечно, сдвиг еще был еще больше в сторону молодых, очевидно. Совершенно понятно. Значит, была партийная перепись 22-го года. Мы постараемся с этим делом разобраться, и к следующему заседанию нашего маленького парткома мы результаты этой партийной переписи доложим. Равно как и, думаю, расскажем о том, что это большое количество коммунистов не только радовало, и очень даже огорчало Ленина. Почему и как это с этим боролись, об этом мы, я думаю, поговорим в другой раз. Потому что мы сегодня время не уже перебрали. Вот, значит, если вам нечего особенно добавить... Нет, 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 у меня еще много чего есть добавить. А, есть чего? А, есть чего? По профессиям, опять же, в пределах делегатов, рабочих 51%, премесленников 8%, крестьян 5%, служащих 12%, интеллигенции 24%. Но тут, я думаю, хитрость. Я думаю, что имеется в виду их профессии не на момент избрания я, а их профессия изначальная, так сказать, когда они в партию вступали. Потому что, что-то я сильно сомневаюсь, что 51% делегатов съезда после съезда вернулись на заводы и стали там, значит, гвозди. Ну, как Мясников тот же. Рабочий, рабочий, но он стал рабочий чиновник. Опять же, вот когда говорят государства рабочих, ну вот Стаханов, он же свой рекорд побил, а потом он же был депутат, и он же уже в шахту-то, в забой не возвращался. Ну, хотя бы формально считался рабочим. Я думаю, что подавляющего делегатов и формально никакого отношения уже ни к каким рабочим не имело, а были они партийные чиновники, профсоюзные чиновники, советские, хозяйственные, красные директора там и так далее. Может быть, среди них и был какой-то процент тех, кто реально работал на заводе, от станка, так сказать. Ну, а ясно, что это никакие не писят один процент. Это просто обычная такая, обычная лицемерие, когда происхождение человека называется, а места его реальной работы нет. Далее. Партстаж, вступивших в партию до февральской революции, 49 процентов. С февраля до... Время как в составе партии, они составляли едва ли, значит, 4 процента. Да. Если брать. Да, едва ли 4, а среди делегатов половина. Да. С февраля до октября 24 процента, после октября 27 процентов. Ну, тут, как сказать, на самом деле... Не бьет... А, да, правильно, правильно, все правильно. Ну, опять же, тут очень много лицемерия, потому что это вот типичная советская анкета. Вот самый яркий пример такого вот, это вот ту анкету, которую изучал я, это вот анкета партийца Николая Ежова. Он написал, что он вступил в партию там в августе, по-моему, 17-го года. Реально он вступил в партию. В 18-м году. Происхождение он свое отчитывает, как рабочие, а нифига, потому что его родители держали чайную где-то в Литве. Под чайной тогда подразумевалось не то место, где чай пьют, а фактически бордель. То есть, ну, врали в своих анкетах нещадно и безбожно. Ну, поди проверь, конечно. Это потом историки рылись, так это они с Ежовым рылись, а с другими-то они не занимались. Да, то есть мы держим в уме, что врали люди в анкетах, беспощадно. Это уже потом, кстати, в 30-е годы, вот одним из таких лейтмотивов террора будет то, что будет выяснять, когда человек наврал в своей анкете, врал ли он вообще в этих анкетах, там будет, это все будет наслаиваться на кампанию по замене партбилетов. Кстати, первый выяснитель, разоблачитель тех, кто врал в своих анкетах, будет тот же секретарь ЦК Ежов. Окей, двигаемся дальше. По национальности. Русских 76%, евреев 15,7%, латышей 6,5%, украинцев 3,3%, белорусов 2%. Ну, это может быть более или менее правдой, потому что тогда никакой национальной дискриминации не было, и, в общем, я не думаю, что многие записывались в русские, хотя кто-то старался. Вот, например, такой был Вегер, это, значит, секретарь, потом он был секретарем одесского губкома, он записался русским, чем немало смутил, значит, многих историков. Конечно, он был еврей, но на всякий случай, как говорится, Каминский, первый нарком здравоохранения, хоть бы отчество поменял, что ли, его Григорий Наумович звали, так этот Григорий Наумович все равно русский. В общем, мотивы непонятны, потому что чего-чего государственного антисемитизма тогда не было. Ну, не знаю уж, почему они так делали, но... Ну, Троцкий себя записал как еврей. Ну, понятно, еще не хватало. Нет, большинство, я думаю, национальности указывали честно. Но были... Ежов, кстати, тот же самый, считался русским, а он литовец на самом деле. То есть, старались, конечно, примазаться не так яростно, как это делалось до революции, когда все старались русскими себя провозгласить, но береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Лучше, значит... По образованию. Высшее образование имели 10%, незаконченное высшее 11%, среднее 23%, низшее 32%, домашнее 10%. То есть, половина людей только что умели подписать фамилию и прочесть название газеты «Правда». А содержание этой газеты, в чем же «Правда» заключается, было для них уже с трудом доступно. Половина. Но половину могли разобрать и пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Тут тоже немало. Конечно, среди большевиков было очень много людей действительно образованных, что там говорить. Были полиглоты. Вот Минжинский там 15 языков знал. Но, в общем, конечно, подавляющее большинство были люди малограмотные. И, кстати сказать, это создавало сложную проблему, потому что очень легко было сделать блестящую карьеру. Образованному человеку, вступив в партию, на таком-то фоне. Но не так все просто. Не больно-то охотно образованных брали в партию. Почему? Потому что приемы в партию имело огромное значение как раз происхождение. Образованные люди в основном были из интеллигенции, многие даже из привилегированных классов, допустим, купцы. Интересно, сколько дворянства было. Я вот думаю, вначале дворянства процентов 5, но никак не меньше было. В дореволюционной партии, безусловно, больше, чем 5. Но имеется в виду уже на 20-й год. На 20-й, я думаю, дворян было немного, конечно. Это в основном дореволюционные. Потому что, чтобы приняли человека в партию дворянина во время гражданской войны, это было практически почти невозможно. Даже военные, там, допустим, Каменев тот же самый. Доверить ему руководство всеми вооруженными силами можно, а принять в партию это уже было несколько другое. Я не знаю, когда вот Тухачевский вступил в партию, черт его знает, можно посмотреть. Тухачевский вступил в партию в 18-м году, но это было исключение, редкое исключение. Все-таки, чтобы дворянина приняли в партию, до революции, понятное дело, пожалуйста, потому что до революции в партии, мягко говоря, никто не рвался. И почти все руководство партии, начиная с Ленина, это и были дворяне. А кто такой? Держинский, Крыжановский, Красин, Луначарский, Чечерин, даже Стасов, в конце концов, и так далее. Это, да, кстати, Арджоникидзе тоже считался дворянином, Куйбышев дворянин. То есть, до революции таких проблем не было. И партия до революции была в огромной степени дворянская, предвидев всей толпе дворян, освободителей и крестьян. А вот после, значит, революции тут пошла музыка не та. И дворянина принять в партию крайне неохотно принимали. Рабочего, пожалуйста. Поэтому, с одной стороны, образование давало блестящие возможности, блестящие. Блестящие. С другой стороны, конечно, образованных очень неохотно принимали. Тут вот такая вот диалектика, извините за выражение. Ну, давайте перейдем к выводам, собственно, подытоживайте. Подытоживайте. Значит, по статистике все сказали, да? Ну да, меня добавить не нужно. Ну, дорогие друзья, выводов мы особых я делать не буду, потому что все, что мог я сказал во вводах, а повторять то же самое в выводах, это уже перебор. Я хочу сказать, что дальше мы пойдем своим путем. А именно, будем мы характеризовать, значит, уже персонально руководителей партии, надеюсь, что в следующий раз мы поговорим более подробно о структуре Центрального комитета партии. Между прочим, и об архитектуре, потому что довольно интересная история, как они переезжали из помещения в помещение. И будем говорить о наиболее важной проблеме, которой вся партия занималась в течение всех 20-х годов. Попытки и значит, на трон сесть и пролетарскую краюху съесть. Соединить эти две вещи. Правящая, но революционная. Управляющая страной, но государственная. борющаяся за утопии, но абсолютно бюрократическая. Очень боящаяся перерождения, но только этим перерождением и занимающаяся. Вот это основная линия противоречия, борьбы, идейной борьбы, которая шла в партии в 20-е годы. Все это естественно умножалось на сугубо личную борьбу 4-5 людей. Сугубо личную борьбу 4-5 людей за право возглавить эту партию и эту страну. Вот это и будет, я думаю, основное содержание того, о чем мы будем говорить. Я понимаю, что материя это не самое интересное, не самое эффектное. Тем более, что за детективами отравления, убийства, заговоры, значит, подкладывания женщин, подкладывания мужчин. За этим, к моему почти однофамильцу, Радзилскому, вот он это все обожает. У него это с пришепетываниями, с подвизгиваниями. Ради Бога. Я по этим делам не спец, Ибрагим, по-моему, тоже. Поэтому, кому интересны политические детективы, конспирология и так далее, тут мы заранее должны разочаровать, ничего этого не будет. На 99% это официальные всякие документы и так далее. Ну, чем богаты, тем и рады, как говорится. Да, но главное, это все-таки скептическое отношение к официальным документам. В том смысле, Ну, по-своему. Да. что вообще вот этот вот, вот эта платформа вранья, это очень важная платформа вот советской власти, как бы, она же на этом-то и проектировалась. Вот вы сами этот принцип озвучивали, что формально верно, а на деле издевалась. Война и бухгалтерия, да, собственно говоря, все это унаследовало в полном объеме во всей красе нынешняя российская власть. Откроем тоже секрет, на вранье любая власть стоит со времен пещер и до швейцарской конфедерации. Но, как говорится, есть вранье и вранье. Есть вранье 2 плюс 2 равно 5, а есть, как говорил Чехов, дважды 2 стереновая свеча. Так что размер имеет значение, степень вранья имеет значение. Да. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. Мы не будем объявлять ленинских призывов на подписание на канал. У нас канал небольшой, но тем не менее, что меня, если честно, немножко удивляет. Вот уже это, по-моему, третий или четвертый выходные. За два выходных дня на нас подписываются по тысяче человек. Хорошо, замечательно. Да, вас уже 26 тысяч, а еще три дня назад вас было 25 тысяч. Это поразительно. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на телеграм. У нас все как обычно. спасибо большое вам, спасибо большое Леониду Александровичу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров